Книга «Открытым оком». Тема «Рождение». Том 8. Вопрос 2011. «Почему и в России тысячу лет делали основной упор на принятие монашества, на жизнь в кельях и без страха смотрели на искажения Библии?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Потому, что на полном серьезе считали, что это все было сказано, повелено Богом, никак не ниже, Христом. Они же себя назвали невестой Христовой. Девство, бисер драгоценный, свой чин ангельским. И ни одного слова этого нет в Библии. Все это выдумки, вымыслы человеческие. Тут все как от детских игр осталось, потому что о них пишется, что они в детстве не любили играть в детские игры, чурались игр. Теперь многие и доигрывали, впадая в детство или в старчество». Книга «Притчи» 28.9. «Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва – мерзость». «В сердце монахов много места для молитвы, но не просвета для молитвы о том, чтобы ухо их не отвращалось от слышания Библии. А тогда и молитва их чего стоит? Их сердца оказались махонькие, не расширены любовью к Слову Божию, то есть и к Богу». Второе послание Коринфянам 6.13. «В равное возмездие, говорю как детям, распространитесь и вы». «Понастроили только в России до революции 1275 монастырей и 57 тысяч храмов. Сколько в Израиле было жертвенников, столько у русских храмов. Но так и не помогают эти храмы не хромать, но ковыляют от исповеди до исповеди, ничуть не прилагаясь сердцем к Слову и ко Христу». Книга пророка Осии 8.11. «Ибо много жертвенников настроил Ефрем для греха, ко греху послужили ему эти жертвенники». Все, что хотя бы и полностью было из Писания, но если не совпало с монашеством, это для монахов заранее решенное, что оно бесовское. «Не идут на призыв Христа идти к волкам. Значит, это Слово Христово не достигло их. Они еще глухи и мертвы». Житие Арсения Великого. Память 8 мая. Один старец спросил Авву Арсения, «Как мне быть, честной отец, я никак не могу отстать от той мысли, что я стар, и потому не могу ни поститься, ни трудиться подвигами иноческими по причине старости. Поэтому мне кажется, что следует идти и посещать больных, так как это дело любви христианской». Преподобный же, уразумев, что это было бесовское искушение, сказал старцу тому, «Ешь, пей, спи, но только не выходи из кельи своей». Так сказал преподобный потому, что знал, что иноку, выходящему из своей кельи и приближающемуся к мирским селениям, предстоят многие соблазны и искушения врага, да и вообще не следует выходить без уважительной причины из монастыря тому, кто умер для мира, подобно тому, как мертвец не выходит из гроба своего. Монах же, выходящий по своей воле из монастыря, поистине делается мертвым, потому что умирает душою. Григорий Амирицкий. Память 19 декабря. И вот святой апостол Петр, имея в правой руке ключ, вышел из небесных дверей, направился к нему с великою славою и сияющим лицом и сказал, глядя на него светлым взором, «Я пришел сюда, чадо Григорий, по милости Господней, прежде же этого с прочими апостолами, я был в Награни, Амирицком городе, предстоя страждущим за Господа нашего Иисуса Христа, от Дунаана, Жидовина и укрепляя каждого из них в благочестии». И пели многолетие по три раза. Потом все возгласили, «Григорию, святейшему архиепископу нашему, наставнику и учителю, мирные, здравые и многие лета, всему христианскому воинству и всем верующим людям многие лета». Затем, войдя в царские палаты, все веселились и пировали, радуясь о Господе Боге Спасителе Своем и о благочестивых царях Своих. Елизвой царь Ефиопский, избрав из Ефиопского войска 15 тысяч храбрых мужей, оставил их новому царю для помощи и защиты царства и возвратился в Ефиопию. Здесь, спустя немного времени, оставив свое земное царство, он удалился в пустыню, где близ одного монастыря затворился в темной келье и не выходил из нее до самой смерти, принимая пищу через окно от живущих там монахов, и еще долго пожив суровую жизнью подвижника, отошел в Царство Небесное. Макарий Александрийский. Память 19 января. «Что мне делать, Авва Макарий, ибо меня осаждают помышления, говорящие, ты ничего здесь не делаешь, уходи отсюда!» Святой Отец Макарий отвечал ему, «Скажи и ты своим помышлениям, я стерегу сие стены ради Христа!» Стихотворение. «Звезда последняя в предутреннем тумане, как холодно, однако, ей! Она жила еще при Аврааме». Книга Бытия, 15.5. «Провозвещала будущих людей». Второзаконие, 28.62. «От звезд, не как от солнца, нет вреда. Их предсказатели судьбы надежно любят». Книга Деяний, 7.43. «Ориентир в морях, когда вокруг вода, да от луны обломанного блюда». С звездою сравнивают даже молистрады. Матфея, 24.29. «Великих и значительных из смертных, а также сатану, низвержен в пропасть ада». Книга Откровений, 12.11. «С сатрапами зовут их бесы, черти». Иуды, 1.6. «Звезд, звездою утренний Спаситель воссиял» Откровение, 22.16. «Из чрева преснодевственной Марии». Укрытый плотью в низеньких яслях, все звезды затерялись в грешном мире. Египет озарила, Назарет, из гроба воссияло ярче солнце. «Несчастен, кто не видел этот свет, чей луч не посещал его оконцев. Смотри внимательно, к себе соотноси, прочитанное где-то ненароком. Знай, не напрасно звездочка висит. Трепещет, силится подать душе уроки. Ей предназначено напомнить дом Творца от дня четвертого, живущим днем шестым, бытия 1.19. Не бесполезно ей подмигивать, мерцать. В пространстве бесконечном не остыть. Созвездия бесчетным хороводом безмолвно принижают гордецов. На них из прошлого взирают тьмы народов. Нас всасывает всех незримый пылесос. Не насмотреться и не надевиться. Звезда безмолвная о Боге говорит. Мы запрокидываем голову молиться. Нас звездной пылью глаз не засорить. 3 октября 2003 год. Игнатий Лапкин.